Приветствую всех на канале Лора Дэвис! Обзор универсальной торговой площадки EasyChain, часть 2. Продолжаем обозревать интересный блокчейн проект EasyChain. Данный проект представляет собой универсальную торговую площадку, на которой есть возможность покупать и продавать все, что угодно. Различные биржевые активы, фьючерсы, ценные бумаги с дивидендами, криптовалюты, фиатные валюты и т.д. Недвижимость, бизнес, транспортные средства, обычные товары народного потребления, услуги, в том числе и рекламу, нематериальные ценности, идеи и творческие произведения, права и лицензии, патенты на изобретения, бренды и многое другое. Иными словами, все. И самое главное, что платформа EasyChain работает по принципу P2P. Все товары, услуги и ценные активы там продаются не самой компанией, а торгуются напрямую между участниками проекта. Поэтому чем выше будет популярность данной площадки, тем более разнообразным будет это предложение. Помимо этого, будет присутствовать система цифрового банкинга, которая позволит производить на платформе EasyChain кредитование, микрозаймы, надежное хранение активов и депозитные вклады под процент. Будут иметься инструменты для краундфандинга и проведения на базе EasyChain предварительной продажи токенов ICO для других криптовалютных проектов. Также для общения между участниками всех сделок в платформе EasyChain будет внедрен собственный P2P чат, в котором будет как возможность проводить личные переписки, так и устраивать групповые конференции. Создатели EasyChain надеются, что платформа позволит людям реализовывать абсолютно все задачи в области торговли, финансирования и обмена на одной платформе, а не использовать для этого множество разных разрозненных сервисов, в каждом из которых пришлось бы регистрироваться отдельно. Принцип P2P, peer-to-peer, то есть от клиента к клиенту, также и облегчает правовое регулирование данной платформы. Компания EasyChain выступает только как посредник для установления связи между контрагентами сделки, покупателем и продавцом, поэтому на нее будет менее слабое давление со стороны регуляторов, таких как CAC, изрядно потрепавшие нервы криптобиржам, ICO и инвесторам, а также многие другие органы государственного и частного контроля. Но одной лишь работы на принципах посредничества недостаточно. Для уверенности в том, что торговую платформу EasyChain внезапно не закроют, для того, чтобы дать своим клиентам возможность торговать и вести бизнес, на платформе без опаски создатели EasyChain соблюли все нормы регулирования и узаконили свою деятельность на данный момент во Вьетнаме, в котором и базируются разработчики и фаундеры данного проекта, а также в Китае, США и Японии, наиболее продвинутых странах, из которых чаще всего прилетают новости о блокировках счетов, закрытии бирж и арестах за финансовое мошенничество. Но хватит о бюрократии, рассмотрим техническую сторону вопроса. EasyChain основан на технологии блочных цепей блокчейн, но, как убеждены создатели платформы, одного лишь блокчейна недостаточно для качественной работы такой огромной интернациональной платформы с миллионами сделок. Дополнительно в структуру проекта EasyChain внедрены специальные инструменты по обработке больших объемов данных, так называемая технология Big Data, смарт-контракты на базе Ethereum, AI, искусственный интеллект, который вместе со смарт-контрактами поможет автоматизировать большинство процессов на платформе и исключить человеческий фактор, D&G, направленные ацикличные графы, более продвинутый аналог блокчейна, с большей масштабируемостью и некоторые другие технологии, объяснить которые в двух словах в рамках данного общего обзора будет проблематично. Эта смесь из различных инструментов позволяет сочетать огромную скорость работы, почти неограниченную масштабируемость, высокий уровень безопасности и удобство обслуживания и взаимодействия. Как и у любого другого блокчейн-проекта, у EasyChain имеется свой собственный токен, построенный по стандарту ERC-20, и в данный момент его можно приобрести в ходе ICO EasyChain на их официальном сайте. Данный материал опубликован для ознакомления и понимания сути проекта. Перед принятием решений об инвестировании советую вам более детально изучать технические документации проекта. Инвестиции в ICO сопряжены с высокими рисками. Редактор субтитров А.Семкин